Вот он, тот самый красный крокодил, которого так боялись бюрократы, безответственные чиновники, разгильдяи и тунеядцы СССР. Это обложка первого номера сатирического издания, которое вышло еще в августе 1922 года. В те годы журнал был единственным изданием в стране, которому было разрешено отмечать недостатки. Когда в Национальном музее задумались о выставке, с удивлением обнаружили, в архиве учреждения нет ни одного экземпляра, одного из самых популярных в советское время журналов. Зато они нашлись у жителей республики. Самую большую коллекцию подарила Алевтина Пономарева. Раньше очень много выписывали ведь и Огонек, и Крокодил, и Чушканзи, и все прочее. Ну вот, сохранились. Честно говоря, у меня очень много газет и журналов на даче лежит. Вот, и исторических книг. Сейчас же дома, сами знаете, как. Ну, на даче, вот, естественно, пополняю музей, как просят, что с дачи сюда. На этих страницах вся жизнь нашей страны. Борьба с религией, разрухой, голодом, развенчание культа личности Сталина, санкции Америки против СССР, когда наша страна ввела войска в Афганистан, бойкотирование другими странами летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году и многое другое. Полет человека в космос, а затем создание орбитальных станций. Все это, конечно же, вызывало большой восторг жителей и не могло не отразиться в журнале. Ну и 1980 год, 22-е летние Олимпийские игры, которые были, как бы, бойкотированы 50-ю разными государств, спортсменами разных государств. Но многие из них все-таки приехали на Олимпиаду и, конечно же, выступали, правда, они под флагами не своей страны, а олимпийским флагом. А сейчас разве у нас не это? Правда, самого главного орудия сатиры Советского Союза уже нет. В 2000 году журнал закрыли. Не было средств на издание. Эта же участь постигла и многие другие сатирические журналы. Выжить удалось немногим. В их числе наш Коми-Крокодил, журнал Чушканзы. В переводе с Коми-Оса. Старые экземпляры издания прислали даже из Москвы. А в республике у большинства сельчан хранится большая коллекция этой периодики. Привезли очень интересные журналы из села Мош-Юго-Ижемского района, где участник Великой Отечественной войны тоже собирал всю жизнь. Он скончался в 2002 году и от начала до конца читал эти журналы. Но самое интересное не в этом, что эти журналы смотрели и его внуки. И один из них, Василий, он вырезал вот этих ос, которые печатались на обложке, иногда на страницах журнала, вырезал их, создавал из них как бы две армии враждующихся и играл в них как в настольные игры. Сегодня сохранился один из листков сатиры, издаваемый ещё на русском языке, когда Аса была приложением газеты «Югы-Той». Как самостоятельный журнал он начал издаваться только с 1978-го. За свои 60 лет облик журнала, да и начинка, претерпели большие изменения. Чтобы быть востребованным среди читателей, издание старается шагать в ногу со временем. Мы, как говорится, не отстаём от моды. Осваиваем интернет-пространство. У нас есть страничка ВКонтакте, есть сайт, где мы издаём материалы, рисунки. Сегодня очень модные так называемые мемы. Мы их создаём на коме языке и, судя по отзывам, людям очень нравится. До сих пор читатели в редакцию пишут о своих чаяниях, предлагают злободневные темы, а журнал, в свою очередь, отражает их на своих страницах при помощи сатиры. Елена Кононова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.